Добрый день! Добрый день, уважаемые учащиеся выпускного 12-го гуманитарного класса. Сегодня я, Дымовская Галина Ленична и моя коллега Динговская Лилия Александровна приглашаем вас на урок по теме жиры. И вот мы с вами наконец-то добрались до темы жиры, о которых мы упоминали вскользь при изучении предыдущих уроков, а именно сложных эфиров. Ну, давайте все по порядку. После изучения темы урока вы самостоятельно сможете определять понятие жир, вы сможете записывать структурную формулу жиров, которая на первый взгляд кажется такой большой, огромной, что ее просто невозможно запомнить. На самом деле не все так сложно. Вы сможете классифицировать жиры по различным признакам и, конечно же, сможете характеризовать и описывать нахождение жиров в природе. Итак, подсолнечное масло, маргарин, сливочное масло, бараний жир, медвежий жир и многие-многие другие объекты, с которыми мы встречаемся практически в езжедневной жизни, надеюсь, вы догадались, все это объединяет одно слово «жир». Жиры, как и многие другие химические вещества, входит в состав наших продуктов питания. Люди давно научились выделять жир из натуральных объектов и использовать его в своей повседневной жизни. Достаточно вспомнить, что в примитивных светильниках у древних людей сгорал жир, освещая пещеру для их быта. Также жиром смазывали полозья, по которым спускали корабли или суда, все суда на воду. Жир использовался во многих-многих других областях, о которых мы сегодня с вами узнаем более подробно. Немного истории. Еще в 17 веке немецкий ученый, один из первых химиков-аналитиков ототахини, впервые высказал предположение, что жиры содержат скрытую кислоту. А вот знакомый нам Карл Шейле выделил из оливкового масла вещество сладкого вкуса, которое он назвал масляный сахар. Вскоре он обнаружил его в коровьем масле и в свином жире. И в 1779 году было установлено, что в состав жиров входит еще и глицерин. Мы с вами знаем, что глицерин это трехатомный спирт. Еще немного истории. Как мы знаем, Шейле установил, что в состав жиров входит глицерин. Шеврель немного позже устанавливает, что из жиров можно получить глицерин и карбоновые кислоты. А вот Бертло осуществляет синтез жира как сложного эфира. Если вы обратили внимание, то Шеврель и Бертло осуществили две обратные по своей значимости химические реакции. Изучению жиров Шеврель посвятил 14 лет своей научной жизни. Он сам установил, что жиры есть не что иное, как сложный эфир трехатомного спирта и глицерина. Он также показал, что при гидролизе жиров, как животного, так и растительного происхождения, образуются глицерин и карбоновые кислоты. Таким образом, были открыты 8 неизвестных ранее карбоновых кислот, а именно стеариновая, масляная, капроновая, олеиновая и многие другие кислоты. Вы знаете из курса биологии и познания мира, что жиры очень широко распространены в природе и наряду с углеводами и белками они входят в состав всех живых животных и растительных организмов и составляют одну из основной частей нашего с вами питания, нашей пищи. Перед вами на экране видны несколько примеров объектов, в составе которых может находиться жир, вернее находится жир. Для практического использования важны растения и те органы, где жиры накапливаются в больших количествах. Надеюсь, вы понимаете, если в природном объекте находится 1% жира, то, как говорят, овчинка выделки не стоит. Поэтому для выделения жиров из природных объектов выбирают те объекты, где нахождение жиров достаточно велико. В растениях жирные масла преимущественно накапливаются в плодах, это, к примеру, облепихой малина или в семенах, таких как лен, подсолнух, кукуруза, клещевина. И в них содержание жиров колеблется от 2-3%, даже до 70%, а бывает иногда и выше 70%. Давайте посмотрим, как же мы с вами сможем классифицировать жиры. Понятно, что первое, что приходит на ум, это по происхождению. Мы знаем это уже из предыдущих курсов различных наук, что по происхождению жиры делят на 2 группы. Это жиры растительного происхождения, примером которых является применяемое дома подсолнечное, оливковое масло. И жиры животного происхождения, такие как сливочное масло, животный жир, который в нашем регионе, особенно свиной жир, называют сало, рыбий жир и многие другие животные жиры. Также жиры можно разделить по агрегатному состоянию, а именно на жидкие и твердые. Но здесь есть одна особенность. Жидкими, как правило, являются все растительные жиры, за исключением кокосового масла, как растительного жира, оно является твердым. И обратите внимание на экран, оно, рисунок, находится в группе с твердыми жирами. А вот жидким является рыбий жир, который по происхождению является животным жиром. Или твердые жиры, такие как сливочное масло, говяжий жир и многие другие животные жиры. Но здесь есть еще одна особенность. Посмотрите, жидкие жиры образованы непредельными кислотами, то есть кислотами, в составе которых есть двойная связь. К примеру, олеиновая или линолевая кислота. А вот твердые жиры, в их составе, участвуют в их составе, есть остатки пальмитиновой, стеариновой кислоты, как высших предельных карбоновых кислот. Итак, обратите внимание и запомните, что два масла, рыбий жир и кокосовое масло, они составляют исключение. Рыбий жир относит к жидким жирам, а вот кокосовое масло относит к твердым жирам. Источники животных жиров это свиное сало, посмотрите, до 92% жира. Сливочное масло 72-82%. Кстати, вы это можете увидеть на упаковках сливочного масла, когда покупаете его в магазине. Там прямо указано, сколько процентов жира содержит этот продукт питания. Жирная свинина содержит до 49% жира. Многие колбасы содержат жир в пределах 20-40%. Сметана бывает до 30% жирности. Многие сыры также являются жирными по своему составу. Источники растительных жиров. Растительные масла содержат почти до 100% жира, то есть представляют собой чистый жир. В орехах очень много жира в пределах 53-65%. Овсяные крупы до 6%. Гречневые крупы, даже, казалось бы, крупы, но в них тоже, посмотрите, гречневая крупа содержит 3,3% жира. В живом растении жиры всегда находятся в жидком состоянии. Это тоже мы с вами говорили чуточку раньше. А вот в организме животный жир откладывается в специальных жировых клетках в подкожной клетчатке. Или, как их называют еще, и в сальниках. Жиром богата печень некоторых рыб. Знакомый нам деликатес печень трески как раз и славится тем, что в ней, кроме многих питательных веществ, есть еще так необходимый рыбий жир. Процесс образования и накопления жиров зависит от многих факторов. Таких как факторы внешней среды и еще от генетических особенностей определенных вида или сортов, если мы говорим растений. Давайте посмотрим. Мы говорим жиры, жиры. Давайте все-таки установим, что же это за класс веществ. Как ранее говорилось, вы догадались, что природные жиры это сложные эфиры, образованные многоатомным спиртом, глицерином и высшими карбоновыми кислотами. Общее название таких соединений глицериды, а вот повторяю, природные глицериды, как раз и называют жирами. То есть так, как они являются основными компонентами жиров. Давайте посмотрим, в чем же состав жиров. Глицерин. Перед вами слева на экране мы записали вертикально формулу трехатомного спирта. Пропантриол 1, 2, 3 или 1, 2, 3 пропантриол. И высшие карбоновые кислоты. К примеру, стеариновая кислота и пальмитиновая кислота. То есть глицерин и высшая карбоновая кислота. Обратите внимание на структурную формулу жиров. В красную рамочку мы возвели остаток глицерина. А вот тремя разного цвета рамочками мы показали вам остатки карбоновых кислот. Обратите внимание, что здесь есть радикалы. Мы обозначили Р1, Р2, Р3. Эти радикалы могут быть как одинаковые, тоже чуточку позже покажем, так и разные. К примеру, первый радикал это остаток стеариновой кислоты. Второй радикал остаток олеиновой кислоты. Ну и третий радикал это остаток пальмитиновой кислоты. Состав жиров. Высшие карбоновые кислоты должны участвовать однозначно. А вот некоторые жиры содержат предельные кислоты. Мы тоже уже сегодня об этом упоминали. Такие как пальмитиновая и стеариновая. И некоторые содержат непредельные кислоты. К примеру, олеиновая и линолевая кислоты. Давайте посмотрим с вами, каковы же физические свойства жиров. Ну, во-первых, они имеют маслянистую консистенцию. Плотность жиров меньше плотности воды, то есть меньше 1 грамм на кубический сантиметр. И в связи с этим жиры всплывают на поверхности воды. То есть они с водой не смачиваются. Жиры обладают высокой вязкостью. Также они слабо проводят тепло и электричество. Обратите на этот факт внимание. Немного позже мы с вами об этом еще поговорим. Они имеют низкие температуры кипения и плавления. И такой пример мы можем привести. Если на ладошку положить кусочек сливочного масла, то даже от температуры тела оно расплавляется. Еще одна особенность. Жиры прогоркают при температуре 200-300 градусов. Если при комнатной температуре жиры имеют твердое агрегатное состояние, то их называют так, как и общий класс с жирами. Если же они при обычных условиях находятся в жидком состоянии, то их называют маслами. Посмотрите, жиры нерастворимы в воде, как мы уже с вами говорили на фото 1. Они также нерастворимы в спирте. Мы с вами знаем, что вода и спирт являются полярными растворителями. И судя по тому, что жиры не растворяются в полярных растворителях, мы можем предсказать полярность жира. То есть это молекулы неполярные. Однако жиры хорошо растворяются в бензине и многих других неполярных растворителях. Эта особенность как раз и используется в химчистке для чистки вещей от жирных пятен. Используют либо бензол, либо диксан. Вернемся немного к истории. Посмотрим, как же были получены жиры синтетическим путем. В начале урока мы говорили, что Бертло получил жир синтетическим путем. Он провел реакцию этерификации. Обратите внимание, между глицерином и жирными кислотами и таким образом впервые был синтезирован жир. Мы демонстрируем вам химизм процесса. Обращаем внимание, в желтом прямоугольнике находится глицерин. И к нему мы добавляем три длинных молекулы стиалиновой кислоты. Овалом мы выделили, как идет отщепление воды. То есть в результате реакции образуются три молекулы воды. Образуется в нашем случае три стиарин. То есть эфир, трехатомный эфир, где все остатки по всем гидроксильным группам глицерина находятся остатки стиариновой кислоты. Жиры образуются в результате реакции этерификации. Это уже было сказано. Посмотрите, высших карбоновых кислот и глицерина. А вот справа у вас находится шаростережневая модель одного из жиров, а именно три стиарина. Еще одна небольшая историческая справка. Слушая лекции знаменитого Шевреля по разложению природных жиров, Бертло задумал выполнить обратное, синтезировать жир. Взвешенное количество жирной кислоты и глицерина я запаял в толстостенной стеклянной трубке и нагревал. При взаимодействии реагентов образуются жир и вода. Мы вам приводим этот пример с тем, чтобы как слушая лекции других людей, ученых, на ум приходит какая-то идея. Так вот, то, что сделал Бертло, было сенсацией. Газетные заголовки ликующие возвещали миру. Природа побеждена. Жир синтезирован в пробирке. Ребята, если вам интересно изучать новое, если вас заинтересовала эта тема, то мы вам предлагаем вот такое задание. Внимательно прочтите текст. Я же его вам зачитаю. Из бобов дерева какао получают какао-масло, то есть жирное масло бледно-желтого цвета со слабым ароматом какао. В бобах содержится до 50% какао-масла. Какао-бобы были завезены испанцами в Европу и из Мексики в 16 веке. И благодаря содержанию тристиарина какао-масло имеет твердую консистенцию при комнатной температуре. Составьте формулу тристиарина. Мы надеемся, что вы внимательно слушали урок, внимательно рассмотрели реакцию терификации, составы строения жиров и сможете с легкостью выполнить это задание. Ну а мы вам желаем успехов в процессе открытия химии. Если у вас что-то не получается, не беда, пробуйте еще. Так нам советуют известный великий ученый Дмитрий Иванович Менделеева. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok